МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся информация есть в интернете. Ну, не вся, конечно. Что-то я от себя добавляю, то, чего нет в интернете. Но основная цель – это, конечно, познакомить массы с хорошей музыкой, которую не всегда передают по радио и не всегда показывают этих артистов по телевизору. Это я шучу так. Все мы знаем, что ничего у нас не передают по радио и ничего не показывают по телевизору. Ну, что касается рок-музыки. Ну, так вот. Очень много комментариев было по поводу новой пластинки группы ЕС. Она у меня давно лежит. Все, руки не доходили как-то ее показать на экране. Вот показываю Mirror to the Sky, 2023 год. Вот такая пластиночка. Красивая, как и все пластинки группы ЕС, оформленные Роджером Дином, замечательным художником. Он много оформил пластинок, не только ЕС, а Юра и Хип, а Сибиса и много-много-много кого еще. Так, где-то тут книжечка была. Хочу сразу все привести показать. Группу ЕС я слушаю, чтобы не соврать, но, чтобы не соврать, скажу, больше 40 лет. Эту группу я люблю. У меня есть все альбомы группы ЕС. И я отношусь к ней, к музыкантам, точнее, к этой группе, как к своим, ну, не то чтобы друзьям, но таким хорошим приятелям, которые никогда не подведут, всегда помогут в трудную минуту, поднимут настроение или создадут ощущение некой защищенности. Ну, это вот, что касается любимой музыки, это, наверное, у всех так бывает. То есть больше 40 лет. Андрей Свинпанов очень любил группу ЕС, если кому-то интересно. И мы с ним слушали второй альбом ЕС под названием Time and Word с большим удовольствием. Мы просто знали его наизусть, и я сейчас помню наизусть его, в отличие от этого альбома, который я еще наизусть не выучил. Но слушаю его с большим удовольствием. И, ну что, ЕС – это часть моей жизни. Часть моей жизни, часть моего духовного внутреннего мира. Так же, как и группа Jet Ratal, там, скажем, и Битлз, и Роллинг Стоунс – это всегда со мной. Поэтому, конечно, все пластинки, которые выходят, ЕС – новые, я стараюсь заиметь у себя дома. Кстати, я соврал, не все альбомы у меня есть, потому что есть несколько концертных альбомов. Они достаточно редкие, достаточно дорогие. И концертников у меня много ЕС, и без них. Поэтому я их даже вижу в магазине, но еще не купил. Вот когда будет много-много денег, я тогда доберу вот эти вот концертники оставшиеся. Но, что касается этого альбома. Альбом очень-очень хороший. Эту же фразу я могу сказать про любую пластинку группы ЕС. Но мне очень нравится предыдущая пластинка Quest. И вот, что я хочу сказать, что этот самый Quest, при всей моей любви к нему, я его слушаю довольно часто, очень его люблю, но он не похож на классический ЕС. Ну, не похож. Он по-другому сыгран, по-другому звучит. Другая мелодика там, не старая ЕСовская, скажем так. И те люди, которые никогда вообще не слышали ЕС, не знают, что это такое, им с квеста лучше не начинать прослушивание знакомства с этой группой, потому что это не очень характерная пластинка для ЕС. Хотя, почему не начинать? Можно слушать все, что угодно. Музыка очень хорошая. Но это не классическая такая ЕСовская история. Классическая – это не значит, что архаичная и устаревшая. Ничего подобного. Потому что Mirror To The Sky – это абсолютно классическая форма, классический мелодизм, классический звук группы ЕС. Хотя аппаратура, конечно, другая совсем, и время другое, и звук, конечно, более современный, а точнее совсем современный. Точнее совсем современный звук. Но фактура общая, когда начинаешь слушать – ба, это же наше родное, это все вот оттуда, это все Close To The Age, Going For The One, все вот это вот, даже Relayer, это все узнаваемо, все здорово. Но это не повтор самого себя, это новая музыка, новое дыхание, новое настроение, про настроение, скажу отдельно. Это очень важно. Но это уже вот ЕС. И с этой пластинки можно спокойно начинать знакомиться с группой ЕС. Не промахнетесь, не ошибетесь. Это ожившая классика. Правду сказал. Ожившая классика группы ЕС. Хотя из основного, из главного состава здесь остался один ЕС и человек, это Стив Хау, гитарист, который является и в последнее время и основным продюсером пластинок ЕС, основным композитором. Ну, одним из, конечно, потому что здесь все творят, но Стив Хау, он держит, так сказать, руку на пульсе, контролируя все. Несмотря на то, что Стив Хау не принимал участие в записи первого альбома и второго тоже, хотя на втором он уже играл. Там сложная история. Играл он или не играл. Я так подозреваю, что все-таки играл, потому что он уже был на входе в группу. А то, что там не указано в кредитах, это уже контрактные дела с рекорд-лейблом. Это все очень строго. Там кого писать, кого не писать, что в контракте написано, что не написано. Но, тем не менее, Джон Дэвисон, Стив Хау, Джефф Даунс, который много-много играл в группе ЕС, Билл Шервуд, который много-много играл в группе ЕС, и Джей Шеллен, сменивший умершего, к сожалению, барабанщика Алана Уайта, который много-много наиграл в группе ЕС, и альбом является неким посвящением Алану Уайту. А Джей Шеллен, он играл уже с ЕС в качестве второго барабанщика на концертах и помогал даже в студии на записи. Ну, в студии на записи дело такое, а концерт вообще дело отдельное, и второй барабанщик нужен, бывает, часто. А настроение этого альбома, оно... То есть, если фактура музыки самой абсолютно в классике, в каноне ЕС, то настроения нет. Настроение здесь другое. Может быть, от того, что это все-таки посвящение Алану Уайту, хотя не думаю, посвящение, посвящение, да, но сама музыка, она удивительно... Вот удивительно. Все сыграно так же, как всегда у ЕС, но нет какой-то такой... Какого-то такого крючка, который тащит и нервирует, и раздражает даже иногда, и как-то так режет, и в соло Стива Хау, и в барабанах, и в гармонии, и в мелодиях. Нету рок-н-ролльного, рок-н-ролльной ярости. Вот чего там нет. А у ЕС всегда есть. Всегда было во всех пластинках. Это рок-н-ролльная, здоровая, веселая ярость. Такая очень яростно все играли. Причем драйв остался. Драйв и ярость – это разные вещи. Драйв сохранился, все здесь живет, все дышит, все тащит. Но нет ярости, нет здоровой рок-н-ролльной злости. Не смейтесь, лирика Джона Андерсона, вот эти красивые его хоралы, вот эти небесные пейзажи, которые группа ЕС рисовала своей музыкой, они все равно очень такие рок-н-ролльные внутри себя. Они дышат и кричат рок-н-роллом, несмотря на все небеса, все солнечные лучи, все эти ля-ля-ля, вот эти вот. Ну, согласитесь, там это и есть. Здесь этого нет ничего совсем. Это очень комфортная, при том, что драйвовая, быстрая, местами сумасшедшая по солирующим партиям музыка, но она очень спокойная, она очень комфортная. И ее удивительно приятно слушать, этот альбом. Он очень сложный по аранжировкам, при этом доходчивый, никаких экспериментов, никакого такого вот дикого удивления. Как, как, это я еще послушаю, ничего не понял. Все понял, все понял, все отлично. «Card from the Stars» первая пьеса, длинная, чисто по классике Yes. Драйвовая, быстрая, сложная, интересная, что еще сказать, удивительно сыграно. «All Connected» следующий номер. Немножко она, если «Card from the Stars», она мелодичная, очень запоминающаяся голосовой партией, как всегда у Yes такой сложный достаточно. «All Connected» она совсем какая-то сложная, с бешеным басом. Бас напоминает Криса Сквайра здесь, очень-очень-очень напоминает, потому что адское количество нот в басу. И все очень здорово, бас солирует практически везде. Но она как-то лишена какой-то внятной, такой конкретной мелодии. Она как-то сама по себе живет, так и живет, но красиво. В отличие от «Luminosity», третья песня на первой стороне, красивейшая вдруг баллада, красивейшая, не уступающая песням Джона Андерсона. Совсем. Она другая, она звучит более современно все. Более современно, более, не знаю, как сказать, недоступно, недоходчиво, ну, современно. Она дышит просто вот нашим временем. Наше время здесь отчетливо. Это никакие ни 70-е, ни 80-е, ни 90-е, даже не нулевые. Как это объяснить, я не знаю. Но это за счет звука, за счет современного звука. «Living Our Daydream» – первая песня на второй стороне. То же самое, тоже абсолютная классика, прекрасная мелодия. И «Mirror to the Sky» – заглавный номер, длинный, 14 минут. «Mirror to the Sky» – это чистая симфония. Там есть все. Там Стив Хау, я не могу сказать, что он превзошел себя, потому что он превосходит себя в каждой пластинке. Великолепнейшая игра на гитаре. Постоянные смены тембра, малозаметные, но заметные. Гитара все время играется там два такта так, потом два такта в другом тембре, потом четыре такта в третьем тембре. разные при этом, совершенно разные мелодические линии все время. Безумно интересно, прекрасно сыграно. И те, кто говорят, есть такие люди, которые говорят, что «покажите мне, как он играет на концерте, в студии можно сыграть все, что угодно». Вот когда человек говорит, что в студии можно сыграть все, что угодно, это значит, либо человек никогда не был в студии и никогда ничего не записывал в студии, либо он сам не умеет играть и тем самым себя оправдывает. Это я вам точно скажу, потому что в студии, чтобы в студии хорошо сыграть, понятно, что можно двинуть что-то, да, там сейчас на компьютере что-то еще, но если нет самой ноты, которую ты сыграл, то ничего уже студия тебе не сделает, ничего не поможет, ни компьютеры, ни пульт, ничего. Если ты не сыграл в студии хорошо, точно, красиво, с хорошим звуком, дохлый номер, именно для этого существуют студийные музыканты, которые приходят и играют, вместо неумех членов группы, играют их партии, чтобы правильно, хорошо это сыграть. А компьютером потом двигать, не двигать, это уже, это уже все наносное, это уже, так сказать, дело техники. Но если ты не сыграл, ничего не сделаешь. Послушайте, как сыграно здесь в Миро Тодескай, насколько чисто, насколько профессионально, насколько с душой, и душа в звуке, все звучит, все в пальцах, и в этой руке, и в этой руке, и в гитаре, и в голове, и в сердце. И пускай там смеются знатоки гитаризма, это абсолютно меня не волнует. Circle of Time, хорошее завершение. Unknown Place, еще одна длинная пьеса, еще одна есовская симфония, жутко мелодичная, жутко мелодичная. И я даже не знаю, какая из, я когда слушал, первый раз, я не знал, какая из песен мне нравится больше всего здесь. Какая из песен является шедевром. Кажется, все. Но когда я послушал неожиданную песню Magic Potion, на четвертой стороне последнюю, завершающий альбом, это просто поп-песня, сыгранная виртуозами из группы Yes, с отличной аранжировкой, с очень сложной басовой, 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 басовой историей, очень-очень закручена, но чистейший поп-мелодизм, в хорошем смысле поп, то есть, это настолько красивая, настолько удивительная песня для группы Yes, она короткая, сколько она идет, я уже не помню, 4 минуты. Такой номер, просто меня, настолько это удивительно, и настолько неожиданно поп-песня вдруг, это не Канзас какой-нибудь, не там, не что-то еще, это Yes, который вот это все, вот это облака небеса и виртуозы, и так это просто, то есть, они сказали, что мы можем все, мы можем и так, и так, и эдак, и так, и все равно мы останемся группой Yes. И я пойду выпью, этот самый Magic Potion, называется песня «Волшебного напитка». Хлебну. Пока.